Озеро Семязино. Отдыхающим пасмурная погода не помеха. Есть и те, кто решил искупаться. Хотя вот уже несколько дней на этом озере делать это категорически запрещено. Об этом предупреждают жителей и чёрный флаг, и таблички на берегу. Когда можно было, купался. А когда нельзя, то стараюсь не купаться. Стараюсь всё-таки не купаться. По мере возможности, конечно. Даже если будет чёрный флаг, всё равно будут купаться. За здоровье лично не боитесь? Нет. Но если воду не глотать, то будет всё нормально. Елена работает спасателем. Здесь уже третий сезон. Подобного рода предупреждения мало кого останавливают, говорит она. Хотя в последнее время народ стал больше интересоваться предупреждающими табличками. А спрашивают по поводу этих же флагов и табличек? Конечно. Почему? Отчего? Объясняем, что вода не соответствует санитарным нормам. Не привяжешь никого и сама пойдёшь, занырнёшь. Если тут умирать, что ли, от жары-то. Поэтому люди купаются. То есть, если я сейчас одену плавки, пойду купаться, меня никто не выгонит? Нет, вас никто не выгонит. Думайте сами, решайте сами. Значит, искупаюсь. Если за 50 лет ещё палочка меня никакая не убила, то уж, наверное, будем надеяться, не добьёт. В летний период специалисты Роспотребнадзора анализ проб воды в городских водоёмах проводят раз в две недели. Их задача – предупредить население об опасности. Первые пробы этого лета показали – купаться почти нигде нельзя. И по последним данным лабораторного исследования, качество воды соответствует санитарным требованиям только на территории озера Глубокое. Не соответствует требованиям по микробиологическим показателям вода на территории реки Клязьма, реки Содышко и озера Семязино. Купание в данных водоёнах имеет риск заболевания населения кишечными инфекциями или расстройствами желудочно-кишечного тракта. Любителей окунуться могут и оштрафовать, говорят сотрудники МЧС. Но это не касается организованных зон отдыха, а лишь тех водоёмов, где есть предупреждение – купание запрещено. Запрещенное место считается то, которое не оборудовано. Нет, где стоит знак «Купаться запрещено» и стоит аншлаг. За нарушение указанных правил предусматривается наказание в виде предупреждения или штраф от 800 до 4000 рублей. Ставить такие знаки и аншлаги – обязанность муниципалитета. Они же и штраф могут выписывать. Вот только городские власти не идут по этому пути, сообщили нам в мэрии. Усилия администрации направлены на благоустройство официальных мест для купания, а не на установку знаков возле всех водоёмов в черте города. Ведь как безопасно организовать свой летний отдых, каждый всё-таки решает самостоятельно. Алексей Дудин, Михаил Пименов, Шестой канал.